Телеканал КРТ представляет 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 Ухудшение уровня жизни из-за Экономического кризиса и падения Цен на нефть. Что же до Анкары? Для нее обострение в Карабахе представляется шансом сместить Баланс сил в Закавказье в свою пользу. Учитывая Активную нео-османскую Политику Турции в последние годы Глупо было бы полагать, что Она этим шансом не воспользуется Для Украины Нагорный Карабах – ярчайший пример того, как не надо вести себя в ситуации локального конфликта при наличии неподконтрольной территории. Абсолютное нежелание идти на уступки, непрерывное нагнетание милитаристской риторики и полное расчеловечивание противоборствующей стороны. Все это привело к тому, что конфликт в Закавказье регулярно обостряется даже спустя 30 лет после его начала. Люди гибнут, и конца края этому не видно. Но, увы, в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе Киев избрал модель, очень похожую на ту, которую применяет Баку, к конфликту в Нагорном Карабахе. Конечно, любая аналогия не абсолютна, и можно возразить, что у нас и обострения боевых действий не такие масштабные, и вовлечение крупных геополитических игроков сильнее, и расчеловечивание противоборствующей стороны меньше. И все же, то, что мы видим на Донбассе, это не путь урегулирования конфликта, и даже не путь его заморозки, а путь бесконечного тления. Как показывает пример Карабаха, это путь в никуда. КОНЕЦ КОНЕЦ